Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерий Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 9 стих из 7 главы книги Второзакония. Моисей напоминает народу о том, что Господь Бог есть Бог верный, который хранит завет и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. Здесь мы встречаем выражение, которое очень часто вызывает некоторые недоумения у переводчиков, потому что цинодальный перевод дает сочетание двух слов «завет» и «милость». Это очень близко к тому, что является общепринятым в иудейской традиции, но встречаются переводы, где содержится выражение «завет любви» или «завет милости». Бог верен союзу, завету любви неизменной до тысячи поколений с теми, кто любит Его и по заповедям Его живет. И так возникает дилемма либо «завет и милость», либо «завет любви». И это необычное выражение является очень важным, поскольку оно касается того, в чем состоят отношения между Богом и народом. Отношения между Богом и Его народом – это отношения завета, то есть союза или договора или пакта. И поэтому две части Священного Писания называются «Ветхий завет» и «Новый завет», потому что в этом вся суть отношения между Богом и народом. Но почему здесь добавлено еще слово «милость» – «хесет» по-еврейски? Потому что вроде бы достаточно было бы слова «завет». Господь верен своему слову и благоволит тем, кто тоже верен условиям этого завета. И для переводчиков эта добавка является, конечно, камнем преткновения. Некоторые переводы слово «хесет» переводят как «наречие», «верно». И по смыслу оно относится к глаголу «хранить», «держать», «исполнять». Итак, «завет любви». Это прочтение является скорее христианским, потому что здесь мы чувствуем новозаветную тематику, «завет», который и есть любовь, в чем состоит новизна нового завета в том, что Христос говорит об Агапе, о любви, которая является одновременно и совершенством закона. Но дело в том, что завет между Богом и народом Израиля – это не только завет любви, но тоже завет закона, завет справедливости. И этот аспект очень важен. Не только любовь, но и обязательно справедливость, праведность. Может показаться, что это немножко надуманная проблема, но на каждом шагу в жизни мы сталкиваемся с похожими проблемами. Потому что иногда нам хочется, чтобы с нами поступали по любви, и выражение «покроем все любовью» очень часто служит таким синонимом лицемерного отношения, когда мы просто закрываем глаза на чьи-то ошибки и недостойное поведение, либо по всей строгости наших справедливых законов. Закон строгий и справедливый, и поэтому нужно все разрешать согласно закону. И вот возникает дилемма – либо по закону, либо по любви. И в Ветхом Завете эта дилемма возникает в самые ключевые моменты истории народа Божия. И если внимательно обратиться к каждому отдельному эпизоду и услышать Библию как некую симфонию, где тема милости и справедливости перекликается в разных обстоятельствах, то вот в Третьей книге Царств, в Восьмом главе, мы присутствуем с вами при освящении Первого Иерусалимского храма, и царь Соломон произносит молитву. Он говорит, «Господи Вседержитель, Божий Израилев, ничто не сравнится в силе с Тобой ни в небе, ни на земле. Ты хранишь завет Твой и милость к рабам Твоим, когда они ходят всем сердцем по путям Твоим». Но опять же, другой перевод, возможно, конечно, «Ты верен завету любви к тем, кто служит Тебе всем сердцем». Несколько столетий спустя, уже после Вавилонского плена, когда народ Израиля обретает свою идентичность и объединяется вокруг Нейми и Иерусалимского храма, то происходит обновление завета. И там тоже в книге Нейми, в девятой главе, говорится о том, что ныне Божий наш, Божий великий, сильный, страшный, то есть внушающий благоволение, хранящий завет и милость. И опять другой возможный перевод – «верно хранящий завет свой и любящий любовью неизменной». Завет любви. В эти решающие моменты, вот когда Моисей обновляет завет на берегу Иордана, перед тем, как народ войдет в землю, бетованную, когда царь Соломон освящает Иерусалимский храм, когда народ собирается вокруг Ездры и Неймии, нужно вновь точно определить, в чем состоят отношения между Богом и человеком, между Богом и народом. Берит, то есть завет, договор, или хэсет, или милость. Но в действительности одинаково важны и то, и другое. И в чем-то они представляют собой единство, две стороны одной медали. И в различных исторических обстоятельствах, в событиях, которые друг от друга отстоят на несколько столетий, присутствует и то, и другое. Но теперь очень важно понять, что же такое милость и что такое хэсет. И почему выражение «все покрыть любовью» очень легко может стать лицемерным и совершенно не соответствует библейскому пониманию любви, милости и милосердия. С этим словом «милость» всегда возникают вопросы и проблемы. В частности, потому что в нашем языке слово «милость» ассоциируется с милостынью и с какими-то злоупотреблениями или чем-то, что вызывает либо жалость, либо какие-то другие сомнительные чувства. И поэтому все перемешивается. Очень важно вспомнить, что такое хэсет на языке священного писания. И чем эта любовь, милость отличается от всех других форм любви или проявления справедливости. Во-первых, хэсет всегда связана с щедростью. И поэтому в славянском языке иногда оно переводится как «щедроты». В нашем богослужении очень часто отличается слово «щедроты», которое и есть обозначение этой бесконечной доброты, благоволения, которое преисполняется через край и граничит почти с какими-то безумными проявлениями щедрости, щедроты. И, конечно, как вы прекрасно знаете, есть два вида добра. Во-первых, мы с вами бываем добры с теми, кто этого заслуживает, кто добр по отношению к нам, кто вежлив с нами, с тем и мы вежливы и любезны. Мы добры с теми, с кем подобает быть добрым. Совершенно другое состояние, например, сотворения мира. Это акт другой доброты, другого благоволения, потому что ничто из того, что Бог сотворил, к тому моменту не заслужило. И даже нет никаких гарантий, что Он заслужит того, чтобы быть сотворенным. И поэтому Бог творит мир действительно из чистой доброты, щедрости, которая является незаслуженной и, в общем-то, не может быть даже толком быть вознаграждена. И поэтому в псалмах говорится о том, что мир основан на милости. Божественный хесед. Божественная щедрость, она создает этот мир и является основанием этого мира. Если мир существует, то потому что Бог бесконечно добрый и щедр. И на небесах утверждена истина Божия. Итак, хесед связан с этой щедростью Бога, которую мы видим в момент сотворения мира. Итак, есть доброта, которая нам полагается по праву, потому что мы ее заслужили, мы можем на нее рассчитывать. У нас есть полное право, просто в силу закона и каких-то предписаний. И это наше юридическое право, есть юридическая доброта, гарантированная законом. Есть нравственная доброта, потому что мы можем рассчитывать на то, что другой человек с нами поступит по совести. И это другой закон, нравственный закон, но тем не менее. И рядом с ними есть этот третий вид доброты, на которую мы не можем претендовать, потому что мы ее не заслужили. Мы не имеем никаких на нее прав, потому что эта доброта будет чистым проявлением щедрости другого человека. И мы даже не сможем отплатить достойно за эту доброту. Именно на ней и стоит мир, как говорится, в псалмах. И если обратиться к Священному Писанию, то есть книга, которая является буквально жемчужиной этой доброты. Книга Руфи. В ней никак не обсуждается вопрос свой, чужой, чистый, нечистый, достойный, недостойный. Что разрешено, что запрещено. Тогда почему ее включили в канун Писания? Именно за то, что эта книга хэсет. Она преподносит урок величия, божественного величия, этой милости, щедрости, которую человек может проявить в отношении другого человека. И эта щедрость никогда не остается невознагражденной. И две ключевых сцены в этой книге. Первая из них – это момент, когда Ноеми носит траур по умершим своим сыновьям и принимает решение вернуться на родину, в землю Израиля. И обоим невесткам она говорит «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Она говорит, что они ничем ей не обязаны, совершенно свободны. Они были замужем за ее сыновьями, но сейчас все овдовели. У Наеми нет других сыновей для этих женщин. И поскольку они маовитянки, то в земле Израиля они будут всегда чужими. Им нет никакого интереса отправляться туда. Поэтому она говорит «Вы были добры ко мне, вы были любезны, но теперь настал момент расстаться. Каждая должна вернуться в свой дом». Но Руфь предпочитает остаться со своей свекровью, хотя это не имеет никакого прагматического смысла. Это чистая милость с ее стороны. Другой момент – это когда Руфь собирает колосья на поле Ваоза. И он относится к ней с необъяснимым уважением, заботой и добротой. И Руфь спрашивает у него «Чем я снискала в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужестранка, чужеземка?» Вот здесь два ключевых слова – «обрести благодать», «снискать милость» и слово «чужеземка». «Снискать милость», то есть кто-то поступает со мной так, как будто он мне чем-то обязан, как будто он исполняет долг, как будто я это заслужила. Но я чужеземка. И буквально сказано «я никто, я незнакомка, я нахожусь здесь, не имея никаких прав». И поэтому все, что она получает, конечно, это незаслуженный дар и чистая щедрость. Она здесь на обочине жизни, и поэтому она говорит «ты мне ничем не обязан». Именно по этой причине книга Руфи – это книга милости. То, как Руфь поступила в отношении своей свекрови, то, как Баос поступил в отношении Руфи – это примеры чистой благодати, чистой милости, щедрости, о которой идет речь в книге «Второзаконие». В жизни мы прекрасно понимаем, что у людей, которые нуждаются в чужой доброте, например, просят подаяния или пользуются чьей-то добротой, очень часто возникает ощущение, что им все должны. Это очень часто встречается. Интересно, что в арабских странах, когда на улице просят подаяния, то так и говорят «верни мне то, что принадлежит мне по праву». Воздай причитающийся мне, потому что все богатства мира в равной степени принадлежат всем, и поэтому если у меня нет, а у другого есть, то это потому что есть какая-то несправедливость. Но это одновременно и отнимает у человека чувство радости, потому что когда ты получаешь подарок, который ты совершенно не заслужил, и тот, кто тебе его дарит, делает это от чистого сердца, от какой-то полноты, совершенно не рассчитывая на какой-то ответный шаг, кроме благодарности, которая умножит лишь твою радость. Если этого нет, то, конечно, эта радость, она обедняется и исчезает. Итак, наш главный вопрос. Почему Моисей, царь Соломон, Неемия определяют сам характер отношений между Богом и народом не как завет, не как союз, договор, но как хесед, как акт любви? Вы прекрасно знаете, что любой союз, любой договор всегда предполагает взаимность, некое партнерство. Два физических или два юридических лица, вступая в отношение договора, берут на себя определенные обязательства, определенную ответственность. И именно в этих терминах заключается завет на горе Синай. Господь говорит народу. «Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, условия договора, то будете моим уделом из всех народов. Если вы будете моим народом, я буду вашим Богом. Если вы будете мне служить, я буду вас благословлять». Но любой договор, любой союз содержит условия «если то». И именно по этой причине никакой союз не бывает нерушимым. Любой договор всегда таит в себе опасность, всегда есть риск на то, что одна из сторон не выполнит условия договора, и этот договор будет расторгнут. Именно об этом и говорит пророк Моисей. Он предостерегает народ, когда вы войдете в землю обетованную, не привыкайте к ней, не воспринимайте это как должное, как будто вы заслужили этот дар. И вообще в идеале ничего в жизни не воспринимать как нечто должное тебе. Наоборот, лучше это воспринимать всегда как некий дар, как некий аванс, как проявление щедрости. Потому что если это случится, то возникает великая опасность в пути. Воспринимать нечто, что является благодатью, как должное, конечно, может очень существенно испортить жизнь и увлечь на путь порока или греха. Но совершенно другое дело милость хесет. Здесь никогда нет никаких условий. Любовь по определению она всегда незаслуженная, безусловная. Она просто проистекает от доброты, от широты, богатства сердца того, кто ее оказывает. Поэтому она не зависит от заслуг или важности другого человека, кому оказывается любовь. И поэтому, когда в молитвах мы просим Бога не о справедливости, но о милости, когда мы слышим в храме «Господи помилуй» или сами говорим «Господи помилуй», некоторые люди воспринимают это как некое унижение или что-то совершенно непонятное. А в действительности мы просим у Бога то щедрость, на которую способен только Он. Мы никогда не заслужим всех тех даров, которые Он нам оказывает. Поэтому, несмотря на то, что мы нарушаем заповеди, что мы нарушаем условия завета, мы напоминаем Богу, что Он способен на нечто большее. Быть щедрым. Он может излить потоки своей благодати, которые переполнят все. Потому что Бог щедр, как солнце, которое светит и на добрых, и злых. Он благ, независимо от того, насколько щедры оказываемся мы. Ибо век милость Его, как говорится в псалмах, потому что Его хесед, Его милость, предшествует сотворению самого мира. И если мы заслуживаем своим примерным поведением или пытаемся купить благорасположение Бога, то это уже не будет милостью и будет чем-то совершенно другим. И, наконец, последнее, о чем мне хотелось бы вам сказать. Очень часто отношения между Богом и народом описывают либо на языке отношений жениха и невесты, либо на языке отношений отца и сына. В случае брака всегда может случиться разлад, разрыв, развод. Но между отцом и сыном может произойти что угодно. Отец и сыном могут быть друг с другом на ножах, но отец никогда не может перестать быть отцом. И сын навсегда остается сыном. Поэтому брак – это завет, это союз, это партнерство очень часто. И многое зависит от нравственных качеств тех, кто являются участниками этого завета. Но узы родства, узы отцовства, сыновства, они всегда больше, чем завет. Хесед – всегда больше, чем просто завет. Мы говорим Богу, не отвергай нас, потому что ты отец, мы твои дети. Какая разница, что мы натворили. Но ты отец, и это гораздо больше, чем все, что может между нами произойти. Хесед – это разновидность любви, которую именно родители испытывают к своему ребенку. Заслужена эта любовь или нет. Она всегда безусловная, она всегда является некой вершиной нравственности, наивысшим проявлением человеческой любви. Это то, что Руфь оказала в отношении Найми, то, что Ваос оказал в отношении Руфи. История Давида, царя, преисполнена этих проявлений щедрости, милости, доброты. Когда альтруизм встречает ответные проявления альтруизма, это прекрасно. И мы привыкаем к тому, что я добрый, ты будешь добрый ко мне, ты мне, я тебе. И это универсальный закон. Но Хесед – это совершенно другое дело. Бог сотворил мир этой силы. И когда мы способны проявить эту щедрость, то мы совершаем какой-то невероятный жест красоты, нравственной красоты, совершенства человека, величия. Мы получаем и дарим другим людям радость и надежду там, где по-настоящему может сгущаться мрак и отчаяние. Поэтому Хесед превосходит все своей красотой и своим величием. На портале Exeget.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Санкт-Петербурга